что на свои мечты я получаю ежемесячно премию 18 тысяч рублей. И опять же таки, я могу тратить ее на ипотеку, а могу ее тратить куда хочу. Например, я сейчас, вот у меня сумасшедший просто график. 10 числа я вылетаю в Копенгаген, потом в Данию, там, где только что сейчас прошло Евровидение. Потом мы летим в Игелезу, едем точнее. После этого я приезжаю в Москву, в Олимпийский у нас банкет директоров, мегафорум, встречаемся со всеми девчонками. Потом я прилетаю в Омск, недельку, потом я улетаю в Китай. С Китая там неделя у нас будет мероприятие, хочу всякие спа-салончики все посетить, потому что шоппинг мне очень надоел, не хочу ничего интересного, потому что все в Европе покупаю. После этого я прилетаю в Омск, мы потом опять летим в Краснодар, может оттуда на Кипр полетим. То есть, понимаете, как бы деньги есть куда потратить, и компания Reflame дает вот такие вот возможности, и, пожалуйста, на что хочешь ты и тратить. Если ты растешь, квартира достается тебе бесплатно. Здесь вы можете посмотреть средний доход по званиям карьерной лестницы, потому что с уровня, что у нас по карьерной лестнице, вы выращивать одну ветку, которую мы вам выращиваем, плюс отрыв 7500, вы становитесь старшим директором. Два директора в среднемесячном 75 тысяч рублей. Три директора, сто четыре директора, 22% ветки, где-то вот 137. Шесть бриллиантовый директор, 212, подтверждаю. Моя цель ближайшая, старший бриллиантовый до конца этого года открыть квалификацию, и потом закрыть. Дважды бриллиантовый – это 10 веток, и 12 исполнительные – полмиллиона в месяц. Это все реально, это здорово. Это, например, мои планы за ближайшие три года. Так хочу зарабатывать я, и всех зову зарабатывать такие же деньги. И плавно, быстренько мы переходим к моей истории, которую я хотела вам дорассказывать. Всех прошу, кто не был на предыдущем вебинаре, когда я открывала сапфирового директора, посмотрите, там будет очень много уникальных фактов. Итак, что бы я хотела вам рассказать еще? Еще раз напомню, что зарегистрировалась я в компании Reflame в начале под Новый год, когда вот эта девушка уговорила меня… Вот эта девушка зарегистрировалась в компании Reflame и брать по себестоимости. Вот, но сама она не разместила ни одного заказа, просто лишь подписалась. Еще где-то год я числилась просто обычным потребителем дисконтным, причем зарегистрировалась я так. Я весь свой коллектив, который у меня был на работе, я всем договорилась так. Девчонки, давайте мы будем просто по совместным знакомкам, скажем так. Такое определение раньше не было. Но год все брали на мой номер. То есть я доставку бесплатно ввасила туда-обратно, но не могла я брать по каталожной цене. И все клиенты, кого когда я находила, я им делала мастер-классы, показывала, разгазывала все полностью, но говорила так. Размещайте заказ на свой номер. То есть я всех подряд, я полностью всегда всех подписывала. То есть вот у меня такой был комплекс, к сожалению, который примел того, что я стала бриллиантовым директором. Я просто не могла с людей брать деньги больше, чем я платила в компанию. То, что мне заплатила компания как зарплату в виде скидки, это одно. А вот не могла я, не могла. Мне было очень тяжело, поэтому всех подряд я подписывала. Катя Резепина тоже к этим относится людям. Она живет со мной в одном городке. Тоже как бы не помню даже, как получилось, что знакомство. Ну ладно, неважно. И только год спустя, год спустя, раздался телефонный звонок и говорят, «Здравствуйте, меня зовут Валентина Константиновна, я ваш вышестоящий лидер, директор из Новосибирска». Ааа, кто это, что это? Это вообще какой директор? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, вот мы приехали, у нас буквально там пару часов. Вот, если в течение там 10 минут вы подойдете по такому-то адресу, мы с вами познакомимся и можем ответить на все вопросы. У меня загорелись глаза, естественно, я примчалась, наверное, через 3 минуты, потому что дом был недалеко. Вот, оказывается, у меня были какие-то вышестоящие лидеры в Сибирском, 9-процентники, кто-то, и к ним приехал лидер, да. А вот Валентина Константиновна. Но так как больше никто не пришел, они позвонили дальше по глубине, да. И большое спасибо этим лидерам, что они мне рассказали, что здесь какие-то там кружочки, какие-то процентные уровни, что здесь можно бизнес строить, потому что я не воспринимала это серьезно, вообще, думала, какой-то бред. Женя и Валентина Константиновна регулярно к нам, да, это далеко было, из Новосибирска, но они регулярно к нам приезжали. Я тогда не разбиралась, я очень хорошо разбиралась в декоративной косметике. Я знала все от и до полностью, но в уходовых сериях, да, зачем, как, тем более я была молодая, мне 24 года, зачем оно мне нужно, да. Но, тем не менее, я смотрела, думаю, для меня темный лес, там, сколько там, 30 баночек, ну, понятно, очищение, тонизирование, там, очищение, умывашка и крем. В принципе, крем, зачем он нужен иногда, ну, очищалки хватает, все остальное декоративка, да. Вот, все, Валентина Константиновна, Женя нам рассказали, также привозили, когда они приезжали, ну, было, конечно, где-то раз в полгода, наверное, вот, да, наверное, да, но они привозили всегда какие-то книги, дополнительный материал, читали, да. На тот момент это было таким дефицитом, потому что что, как делать, как работать было вообще непонятно, хаотично. То есть, в книгах написано одно, теория, а как на самом деле работать практически, это плохо, тем более, один из самых проблем была доставка, потому что 30 километров ехать куда-то далеко было очень сложно. Вот, и Женя открыл на себя свой офис, и, как бы, я 6-процентного уровня, то есть, она на нее оформлена была юридически, я полностью, ну, как, работала с этим офисом, с доставкой решали. Это наш, мы арендовали первый офис, там где-то заказы проводили, было очень интересно. Вот, и на тот момент, когда, как бы, моя основная карьера была финансистом, и мне было все равно, скажем так, я не делала особый упор на бизнесе с Арифлэем, потому что параллельно я еще преподавала дефиле и мастер-класс, ой, дефиле и макияж в школе модели, у нас в Сибирском было. Вот, и мне это было, как бы, несколько работ, плюс карьера финансистом, мне было, как бы, ну, Арифлэем хорошо получается и здорово, да. Вот, но получилось так, что Женя и Валентина Константиновна звонили, звонили, говорят, Ирина, приезжай к нам о себе, ну что, ну вот мы приехали к тебе, ну что, ну ты должна посмотреть, что такое вообще Арифлэем, да, какие мероприятия проходят. Что это такое? У нас куча семинаров, множество всего интересного, вот, но по тем временам я считала, что это очень, во-первых, ой, как это я одна поеду ловить на трассе машину или автобус в Новосибирск, это так далеко, это 4 часа езды где-то, вот, тем более это очень дорого, и я, это было в будни, ну, как в дни, да, но все-таки я поехала, и это действительно перевернуло мою жизнь, почему? Потому что я поняла, что женщины и молодые люди, и девчонки, и в возрасте женщин, да, они занимаются Арифлэем, и на каких-то уровнях выходят, и думаю, я, я все знаю про декоративную косметику, неужели я не смогу добиться здесь успеха. Вот, и получалось так, что потом, где-то, наверное, с осенью я приезжала, наверное, каждый, ну, практически к каждой большой мотивационной встрече, это раз было в месяц, раз в полтора месяца, к Жене, к Валентине Константиновне с ночевкой в Новосибирске, я засыпала вопросами, ездила вот таким вот большим списком, что делать, как делать, что, почему? Потому что очень тяжело, когда вот нет рядом человека, который ответит тебе на сиюминутный вопрос, да, почему? Потому что вопросов было много, и созваниваться, ну, когда появилась тогда только мобильная связь, я там мужу, может быть, так, вызов сделал, это значит, все хорошо, да, не обязательно там говорить надо было, просто вызов, это замечательно, вот, дороговато было, да, но вот Женя с Валентиной Константиновной дали мне всю вот такую вот ту базу, и, кроме того, вот нагружали меня книжками, которые я читала на своей работе, и вот произошел вот тот случай, я вам говорила о том, что в прошлый раз на прошлом вебинаре, что я вам расскажу про свой сон, про знаковый. Так вот, как я поняла, что Арифлейм – это то, чем я должна заниматься? Произошло все это в далекое детство, вот, такая уникальная история, у меня день рождения 1 мая, и оно как-то совпало с Пасхой, и вот снится мне сон. Самая прекрасная весна, которую можно себе представить, вот видите, вот такие вот зеленые, красивые краски, цветущие, вот, ну, вообще все настолько красиво и прекрасно, я иду по лесу, и впереди гора. Я поднимаюсь на гору, смотрю, а там Бог спускается с небес. Я как-то не подняла, Шакил замерла, и смотрю, он зовет меня туда, наверх. Ну, я поднялась, поднимаюсь, 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 и он мне дает хлеб в руки, горячий, вкусный, такой божественный, и говорит, тебе этот хлеб будет даваться легко. Посмотри вниз, я посмотрела с горы, сверху, и там внизу много-много-много-много людей, прям толпы людей, и он говорит, сделай так, чтобы этот хлеб был у них. У меня, у меня настолько вот все, вот, вот прям вообще, мурашки все, от этого я проснулась, и этот был сон настолько яркий, и что я не то, что потом заснуть не могла, вообще не понимала, что, как это так, это я, вот мне хлеб какой-то, я должна сделать так, чтобы он был у людей. Сон был настолько яркий, что я нарисовала картину, я очень хорошо рисовала, очень яркую картину, и по телевизору шли тогда мультики, нарисуй рисунок, отправь, и получишь, выиграешь, и получишь библию в подарок. Я отправляю свой рисунок, и, что вы думаете, я победила в конкурсе. Я победила в конкурсе, вот этот вот божественный конкурс, вот на тему библейскую нужно было нарисовать сон, а я его видела же, да, вот, поэтому настолько он был яркий, да, вот, но это еще не все совпадения. В это время я жила в Ольске, Саратовской области, а мама жила в Армении, и у них давали один час вот только в Ереване свет на то, чтобы приготовить воду, и что-то там. Телевидение не было, не знаю, как произошло, она говорит, я включаю телевизор, и как раз вот получается так, вот в этот час идет программа, и вот программа, говорят про детские рисунки, библия, мультики, там что-то, на фоне. Я кушать готовлю и смотрю, показывает рисунок девочки, которая победила, такой красивый, говорит, яркий рисунок. Он мне, говорит, настолько запомнился, там какое-то описание было, и говорит, ой, какая девочка-то молодец, да. Вот, и когда она приехала, вот я рассказала, мам, представляешь, вот я вот сделала рисунок, сон такой приснился, и библию получила. Ира, так, а я думала, что эта девочка такая гениальная, да, то, что нарисовала. Это вот так вот было. Дальше у меня было снов очень много, и почему-то вот они меня вот такие вот завуалированные были, да. И один из таких вот тоже ярких был снов, когда как раз-таки я работала финансистом, и это был 2005 год, уже мы пять лет были в браке, и у нас не было детей. И как-то мне приснился сон, он был на Благовещении, опять же-таки в такой священный праздник, что я вижу монахиню. Вот, и начиная мы с ней говорить, я рассказываю, конечно, о том, что как хочется деток, что уже пора, что уже вот все неинтересно, где я себя не пробовала, не резала нот, деток мне хочется. А она меня возвращает к рефлейму. Я говорю, да, ну да, рефлейм, это все может быть хорошо, нет, ну вот хочется деток, все. Я о детках, она бы рефлейм, я о детках, она меня возвращает опять к рефлейму. Потом перестала со мной спорить, открывает какую-то маленькую комнату, а там стоит большой-большой иконостас, все в иконах. Я такая, ой, ё-моё, мне бы отче-то вспомнить-то, а как молиться-то тут? Ой, ну я понимаю, там, ну я же не такой верующий, думаю, что, что говорить-то? Она говорит, молись. Я говорю, как? Ну ладно, начинаю так вспоминать отчество, знаешь, начинает что-то говорить, и оттуда с икон пошла настолько сильная энергия, что она мне дала в живот. Ну такой мощнейший поток, я от этого потока проснулась. А в общем, через несколько часов я обнаружила у себя на животе, и вот как вот луч проходил, как бы скажем, на спине где-то попе, вот примерно на животе вот столько вот, а на спине вот столько вот россыпь родимых пятен. То есть вот как луч шел, все, скажем так, и все. Для меня было шокировано, эти родимые пятна были около года, и когда тоже совпадение смешное уже, ну не знаю, как это объяснить, да, почему именно рефлейм, мне сказали, тогда я начала уж думать, ну раз мне вот действительно, как бы меня пометили, что начала заниматься рефлеймом, я начала посещать все мероприятия. Я начала ездить к Валентине Константиновне, к Жене, каждый раз, когда проходила мероприятие BMW, потому что надо было с ночевкой оставаться, потому что поздно заканчивалось, все. И как только я открыла квалификацию директора и уволилась с основной своей работы, мои пятна прошли, причем вот разом-раз, и вот как появились, так и исчезли. Когда я полностью закрыла то, что я больше нигде не работаю ни на кого, только развиваюсь вот в рефлейм. Вот, поэтому я никому не говорила раньше, почему рефлейм – это мое предназначение, потому что, ну, посмотрите, да, наша команда, это действительно я, ну как, согласитесь, я помогаю делать так, чтобы хлеб был у других. Согласитесь, да? Ну, в общем, вот такая вот моя история, моя тайна, которую мы знаем вот прям вот лишь единицы. И вот это когда я ездила, здесь на теплоходе у нас были мероприятия. Что еще хотела рассказать? Мой опыт, впечатления, о котором тоже не знают, я пять лет выпускала вот такую вот газету у нас, я работала в сибирском в режиме, в реальной, да, и у меня появилась, начала появляться группа в интернете. Я совершенно случайно открываю первую попавшуюся газету, а я выпускала пять лет, и смотрите, это было поздравление с историей нового менеджера Ганюк Екатерины. То есть, может, случайность, может, нет, ее вот история, как она за пять каталогов открыла квалификации менеджера, причем самостоятельно, я в это время была в абсолютной эйфории. Ну, это, вы, наверное, знаете, я была беременной. Вот, какие, так, подвисло, да, какие еще моменты такие интересные. Кстати, о газете я вспомнила, что созванивалась Валентина Константиновна вчера, она мне напомнила про газеты, думаю, боже мой, точно, мы же раньше газету выпускали, в каждый заказ складывали. Потом следующие мои люди, которые повлияли на мое восстановление как личности лидера, да, это Илья Перфилев, да. Я вам рассказывала, что я поехала на банкет директоров, перед этим Илья выступал, завалила кучей вопросов, его там буквально список, да, рядом со мной сидела девушка, это оказался мой вышестоящий спонсор, она узнала об этом, когда приехала домой, и позвонила, и пригласила меня на Канары. Вот, мы с Ириной созванивались два или три дня назад, она была старшим золотым директором, потом она золотым директором, а сейчас она просто директор, это вот эта вот ее ветка, и она пошла куда-то дальше, устроилась на работу, и говорит, Ирина, вот как я пожалела, что пошла куда-то, надо обратно начинать заниматься бизнесом. Говорит, сравнила, что-то думала, что где-то есть лучше, вроде как хорошо зарабатывала, надоела, наскучила, говорит, но что-то говорит не то. Вот, следующий момент, что перевернуло мою жизнь, и опять же-таки задумываться о том, что Арифлейм – это серьезная компания, это когда я попала на Канары. Во-первых, я поняла, когда сразу попала, первый раз за границу, и сразу в пятизвездочный отель Grand Hotel Costa D'Hia, это было что-то нереальное, это примерно как красотка, это Grand Hotel, то есть, я не знаю, там десятиэтажное здание, там огромнейшее, просто нереально, это вот вообще там целый, я не знаю, район огромнейшее просто, да, и когда вам присылали шампанское, постоянно там конфеты, что-то сессу, ну, в пятизвездочном отеле, это вообще, это круто жить, да. И когда я увидела бабульки с дедульками ходили под ручку в возрасте 60-70 лет, как они жили, наслаждались свою жизнью, я поняла, что я хочу именно так встретить свою старость, а не доживать, донашивать, и как наши пенсионеры. Было мне настолько, вот это вот сложно осознать. Да, сейчас я привыкла к европейским пенсионерам, но тогда для меня был шок. В основном там отдыхали пожилые люди, и я хотела так, такой жизни. Да, конечно, был банкет. Еще, перебирая фотографии, я нашла вот эту фотографию спасателей Малибу. Вот этот вот парень, вот этого парнишку хотела вам показать, случайно как-то фотография, этот парень в структуре Ястребова Владимирова, он бриллиантовый директор. И этот парень нам рассказал, как он делает, у него структура 22% и всего 2 человека. Они делают по 3,5 тысячи бонус-баллов, раздают профессиональные каталоги в Питере. И вот эту технику раздачи каталога, как он, держите это вам, посмотрите и так далее, скажите, ну то есть она у нас есть в группе скорного роста, это как раз-таки вот эта техника продажи, это его. И по этой методике мы делали, учились как раз-таки с Владимировым Волковым, как правильно раздавать каталоги. И вот Владимир Волков, да, прошлый каталог, 1450 личных бонус-баллов, лидер продаж, парень вот работает по этой методике. Так, что еще такого интересного? Вот еще одна, если вот такие вот, скажем так, истории, расскажу я вам о том, как я узнала, как правильно мечтать и как правильно заряжать какие-то предметы на исполнение желаний. Этому нас научил испанец, коренной испанец, у него жена украинка, поэтому он работал, подрабатывал гидом и сказал нам уникальную такую вещь, историю. Говорит, обязательно поднимитесь, когда подниметесь на вулкан, действующий вулкан Тейда, вот вы видите, там недавно выходила магма. Вот, есть там таблички, где нельзя ничего трогать. Это места силы, и там недавно как-то вышли. То есть смысл такой, что, говорит, потихоньку постарайтесь взять камешек. Этот камешек обладает уникальной возможностью, он исполняет желания. Да, вы можете сейчас слышать, все об этом говорят, что вы можете любой предмет взять, да, и вот с этим предметом начинать визуализировать, мечтать что-то. Но магма обладала тем случаем, что она представляет из кратера вулкана, это из глубокой земли, камень оттуда, да, магма. То есть она обладала тем, что о чем вы подумаете, о чем вы, вот что вы представите, как оно существовало, что сбывалось. На самом деле это был очень, скажем так, интересный случай. Опять же таки о нем, почему я это рассказываю, потому что это история, да, я дарила эти камешки. Вот, и на самом деле все мои желания, которые я, этот камень загадывал, сбылись. Так удивительные истории были тогда, когда первый мой камень, первое желание, когда мы заказывали. Это говорили, Ирина, вот сегодня смотри, сегодня же банкет директоров, да, да. Ирина, у тебя же сегодня день рождения, да. А вот представь, вот Илья Перфилев найдет и пригласит нас в вип-зону топ-15 мира Арифлейн. Вот представь, будет как круто. Ну, может быть, нет, ну давай, ну представь, как будто это будет так. Ну, давай, вот, ну, в общем, что осуществилось. Как только мы пришли на банкет директоров, к нам подошел человек, говорит, вы представьтесь, у вас сегодня день рождения, Ирина, да, вот Илья Перфилев приглашает в вип-зону топ-15 мира Арифлейн. А это было первое желание. Потом сколько было желаний, кто не приходил, не загадывал, кто действительно верил в эти камушки, да, у всех сбывалось. Кто-то там по три года не мог выйти замуж, загадав желание, погадав вечером, получал предложение. У нас девочка загадала деньги находить, в течение недели, каждый день деньги находила, самое большое, 5000 рублей нашла в Канаве, где-то какой-то, не знаю, пьяный что ли. Девочка маленькая, ну, лет 13-14, вот такая вот была. А другие, в общем, кто приходил, что загадывал, на какие-то моменты, все сбывалось, там, лечение, все приходили, камешек вот этот вот там. Ну, я же как настоящая русская, видите, мы ржали сыры, мы падали, и вот эти ручонки загребали все в карманы. В общем, мы натырили много, и я всем своим любимым лидерам эти камушки дарила. У меня там осталось буквально два камушка, все раздарила, но если очень сильно какие-то люди, верующие в это все, да, и хорошие лидеры, то я могу как-нибудь подарить приличной встречи. Вот, ну, также вот одна из мечт моих, как раз-таки я тогда помечтала, именно там, Катя, у тебя нету, Катюша, хорошо, обязательно приеду, привезу на БМВ. Вот, а одна из вот моих желаний была стать, стать, вот я тогда загадала, как бы сложно не было, я хочу стать бриллиантовым директором. Бриллиантовый и топ-15 новосибирского филиала. Вот почему-то вот у меня две сразу вот эти вот цифры были. Что меня также впечатлило то, что попав в ВИП-зону, мы пили с Магнусом Брэнсом. То есть он пришел к нам за столик, начал желать что-то, рассказывать там. Вот так вот, вот так вот легко Магнус Брэнсом. Не просто сфотографироваться с ними, а сразу, первое, попасть на Канары и вот сразу вот так вот познакомиться. Для меня это мне башню сносило. Потом я ходила по ВИП-зоне, как дура какая-то, угорела. Я бегала с книжкой. Вы что там, у нас в Сибирском никаких книг-то толком интересных не было. Где-то вот Валентина Константиновна, что дала на мероприятие БМВ, покупала там в Москве какие-то диски. Я бегала ко всем, ой, живые люди, кто написал книгу, подпишите, пожалуйста. Ну вот такая вот фанатка. Вот думала, ой, когда бы ко мне, может быть, когда я буду бриллиантовым директором, я напишу что-нибудь, какую-то статью, и вот меня люди будут узнавать. Я тоже вот это вот опять же загадывала на камешек. Кто еще повлиял на мое развитие лидерства? Это Валентина, ой, это Екатерина Акопян. Это дочь топ-лидера топ-3 России, топ-15 мира. Сейчас чуть меньше уровень она входила. Как произошло? Я очень люблю танцевать, и на канарах мы, на дискочейке, мы бесились, танцевали. Мы как-то получилось так, что оказались в кругу и проплясали практически весь вечер там вот в парах. Вот, ну как, познакомились, все хорошо, все. И мне говорят, ой, ну ты же знаешь, кто это? Я говорю, ну да, вот Катюшка, да, моя, ну все, мы поняли, что вот идеально там две капли, ну две половинки, настолько мы близки друг к другу. И они говорят, так это же ты что? Это Катя, дочь Валентины Акопян. Ну у меня планка, конечно, упала. Ну в общем мы сдружились, мы потом каждое мероприятие всегда встречались, общались, созванивались. И почему она повлияла на меня? Когда мне делали подсадку ЭКО и КСИ, и вот не получалось. Помню, что в тот год еще по тем временам мы порядка 300 тысяч спустили на вот это все оплодотворение, на все вот, потому что вот ребеночку очень сильно хотелось. И последняя попытка, которая меня довела до реанимации, мне сказали, что ты не выживешь, и что остались считанные там часы, и я писала, что прошу в моей смерти никого не винить. На тот момент я взяла камень, и я просто как вспомнила технику, как это вот все проходит, потому что в легкие у меня наполнилась уже вода, то есть все вот это вот, как оно лечится, как вода выходит, как все замечательно, все, как я вот начинаю опять жить, все. Вот я стала жива, и вроде как и беременность была, но у меня произошел срыв. И, ну, выкидыш у меня был, конечно, там настолько сильный стресс, причем один из моих лидеров в Арифлейм, который, слава богу, не в моей команде, помог эмоционально это сделать, она мне, я лежала в реанимации, она мне писала смс-кит, что как ты смогла пропустить заказ моего консультанта на три наименования, да я уйду в структуру топовых лидеров Долженко и так далее, у меня там истерика была, как такое, я в реанимации лежу, она меня матом посылает. Ну, она в конечном счете и перегистрировалась, она была у меня на уровне менеджера 15%. Ну, в общем, вот такие вот люди бывают. И когда вот со мной стресс произошел, произошел выкидыш, я позвонила Кате, Катя говорит, приезжай ко мне в Новосибирск. Как что? Я говорю мужу, что у нас трехдневный семинар, вообще ничего не было, даже вообще на мази ничего не было, вообще ничего. Просто видя то, что я была никакая, я все время ревела, у меня просто стрессы, мой голос, ну, меня просто отпустил, чтобы я хоть как-то развелась. Вот, и я попала, Катина мама куда-то уехала тогда отдыхать в Карловаро, по-моему. Я была в шоке от того, как живут топ-лидеры компании Reflame. Это, вот, представляете, этаж, полностью ваш этаж, пентхаус, последний этаж дома, это полностью ваш этаж. Я не знаю, сколько квадратных метров, но очень много, четырехкомнатная квартира, но на целый этаж. Да, четырехкомнатная, гардеробная, там огромнейшая ванная, как, наверное, кухня у кого-то или больше, там с джакузи со всеми отдельно, там, ну, огромнейший гардероб, много всего, балконы на все стороны идут, тут, ну, там вообще, там море, да. Она мне рассказала, кто такие основатели компании, как мама ездила на их остров, да, на котором у основателей компании есть свой остров, да, как они принимают лидеров своих, как они общаются. То есть, такие нюансы она мне рассказала, что у меня просто дар речи упал, да, и она рассказала мне, что такое лидерство, вообще какие-то вот, какие-то подводные. Вот, и в течение трех дней она готовила кушать для меня, она меня вот из вот этого состояния выводила. Вот, кстати, я даже вот сегодня кушать готовила. Я вспомнила, что я ее любимый рецепт готовлю, это стручковая фасоль, шампиньоны с луком, жареное сметание, то есть, вот, то есть, там, такое вот, она где-то в какой-то стране этот попробовала. Кстати, она рассказывала о том, сколько она стран посещала, и она сбилась со счету, сколько там их это было, когда, какой год, на каких пальцах. Для меня это было шоком, но сейчас вот примерно и у меня так начинает получаться, это тоже была моя мечта, и тогда я поняла, что я буду, вот, вот, буду круглосуточно работать, но я хочу жить так, чтобы у меня было все, чтобы главное, для меня было главное, это прежде всего путешествие. Я очень хотела минимум два раза в год путешествовать в какой-то стране. Кто еще повлиял на мою судьбу? Это повлияла Маргарита Полежаева. Как-то я через Катю позвонилась, это дочка Владимира Дамилова Полежаева, и мы очень сильно подружились с ней, мы стали общаться по интернету, постоянно созваниваться с скайпом. Маргошка была моим личным психологом, психоаналитиком, она и знала всех моих лидеров, менеджеров, и, ну, там у нас у меня в Архангельске структура, что, где, как, то есть мы с ней ежедневно практически списывались. Вот, кстати, недавно созванивались с ней, она родила ребеночка, вот, тоже очень много все обсуждали, деток, систему обучения наших деток, то есть вот вообще такой, она настолько открытый человек, и вот настолько она простая, настолько она, вот, никогда не, ну, обычный человек, да, и вот я какой-то там, ну, на тот момент там директор, и она, ой, да я не знаю, там, миллионеры, миллионеры долларовые, да, и она настолько вот легка, простая, и я поняла, что вот таким должен быть простым в общении настоящий лидер, да. Вот, тогда, опять же-таки, одна из моих мечт осуществилась, загадывал на камешек, вот, книга «МЛМ вам не игрушки», и тогда вышла моя статья, и я даже не знала, ко мне подходило очень много людей, знаю, читать эту статью, и просили автографа, да, и когда я когда-то просила у кого-то, да, ко мне начали подходить люди, это начала моя первая слава, вот мы его втроем, с Леночкой, с Сокур, вот они там сдружились, потому что Маргоша настолько близко знала Ирину, потому что, Лену Сокур, потому что я ей рассказывала, ну, она вот как-то вот подружкой близко стала как-то моей. Вот, еще такой вот момент тоже про, сегодня просто откровение удивительных историй, которые вот такие вот, про поводу Китая путешествия, да, тоже случайно, не случайно, а, кстати, вот здесь, вот видите, вот здесь вот сидит мальчик, вот этот вот мальчик, это будущий муж Маргариты Полежаевой, ну, вот тоже совпадение, вот, он, ну, в их структуре мама бриллиантовый директор, то есть как-то они на мероприятиях познакомились. Вот, это вот мы там выступали в Китае, это я сижу. Так, что я хотела сказать, а, да, тоже интересное, по поводу того ваших мечт и то, что слушайте вашу интуицию, куда она вас ведет. Мы гуляли, поехали на один из храм Семи Гармонии, очередная экскурсия, и я бегала быстрее, 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 мы подходим к храму, высокий храм, и стоит три щита. Ну, вот три щита как-то, и смотрю, все что-то там пишут. Ну, я подбежала, беру, и вот начинаю там что-то писать. А в этот день у нас была годовщина свадьбы, и я пишу, любимый, я тебя люблю, сердечко, 23 апреля, это у меня самое лучшее, очень жалко, что мы вместе, но ровно через год у нас родится ребенок. Ну, вот как бы так, и все. Ко мне подбегает Гита и говорит, что ты наделала? Я такая, в смысле, что ты наделала? Ты не представляешь, зачем ты писала? Ты хоть не знаешь, куда ты пишешь? Нет, не знаю, ну, здесь же все что-то пишут, я вот свои эмоции выплеснула. Она говорит, ну, я не знаю, что ты написала. В общем, первое пишут благодарство за то, что у вас было, вот здесь вот за то, что у вас будет, ой, за то, что у вас есть на данный момент, и вот это будущее, вы пишете, что у вас будет. Ровно год, 23 апреля, на нашу свадьбу, мне должны были делать кесарево. Вот, я, как бы, скажем так, ребенок, но, опять же таки, мне не сделали кесарево, потому что мой врач, была смена очень тяжелая, она перенесла на 25 апреля. То есть, ну, вот, ровно год, то, что я вот загадала. Потом мы с Лешкой еще побежали наверх, так как все тяжело было бегать, мы вот прошли вот эти все 7 этажей, пробежали все, я там также загадала желание, также спустились, все только посмотрели, а мы как вот такие вот пробежались по всем этим, я не знаю, может быть, с 15-ти этажку наверх поднялись на этот храм, полюбовались, поплевали, загадали желание. Это вот тоже вот такой вот момент. Вот, опять же таки, бросив все лечение нафиг и коэкси и так далее, мы случайно как-то узнала, что я беременная. Вот для меня это был анонсенс, причем где-то 2 или 3 недели, когда я была в Риме, прыгала на шпильках, принесла 20 килограммов совой багажа, я там себя уже плохо чувствовала, сразу первое, что бросила сумки, пошла в женскую консультацию, мне подтвердили, что я была беременна, у меня был шок, как это так, да, и потом, когда мы узнавали у всех врачей, мог ли так wellness повлиять, потому что мы с мужем вообще все бросили, все изучив, сказали, да, там астокстантин, всякий комплекс стаминов, отдельно есть эта статья, на сайте еще 20 случаев беременности, как произошло, а, девочки, меня слышно, что-то обнулилось, девочки, что-то с чатом произошло, ага, есть, вот, в общем, как бы так, да, тоже совпадение, и опять же-таки вспоминаю тот мой сон, да, что я ребенке, а мне займись Арифлеймом, ребенок получится, и все, вот, опять же-таки, вот совпадение, вот оно произошло, да, ничего не бывает случайного. Да, вот это вот моя Маришка, и она стала, она красоваться стала на обложке, потом еще стала моделью, в два годика у нее такой дебют модели состоялся, да, и вот книга MLM вам не игрушки, вы ее можете купить, пожалуйста, на любых мероприятиях, либо заказать через интернет, здесь история самых успешных лидеров России. Вот, каждый год она издается. Кто еще повлиял на мое лидерское развитие, это Керка Елена Ректор, это лидеры, ну, американцы, да, они, Керк американец, Елена, она из Барнаула, она переводчик, они познакомились, ну, всю жизнь она была более 20 лет уже с Керком, ездит по миру, и они преподают, рассказывают о разных языках, кстати, они также живут в Таиланде, вот, и год я училась в Академии лидерства онлайн, и это было гарвардское какое-то обучение, ну, оповерно, короче, у меня какой-то там еще диплом, что гарвардское заочно закончило какое-то там что-то, но это не суть важна, смысл в чем? Они показали, они расширяли видение лидерства, видение, да, это что ты делаешь сейчас, что может повлиять на 5, на 10 лет вперед, да, о глобальности, как нужно работать масштабно, как не надо обижаться на людей, на своих знакомых, что если у тебя на какого-то человека держится обида, хочешь, сделаешь ты сам себе, то есть вот это психологически все тебя выворачивали, да, все вот эти вот тараканы убирали, как правильно выступать на аудитории, как там еще, как конфликтология, как в семье делать, как вот бизнес, то есть вот это вот все мы в течение года, посредством нас было обучение, вот, 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 честно говоря, вот ставили потихонечку мозги, мозги, это как-то, это все было какие-то истории, истории, но через истории вот это вот все вот просто в корке, вот, заселось, проселось, пересеялось, вот так вот, да. Ну и, конечно же, в моем становлении, вообще в моем это, это прежде всего я учусь от своих же лидеров. И это то, что произошло совсем недавно, это то, как вы меня поздравляли. Ребята, это просто для меня было шоком, когда вот я начала получать свой день рождения, ежедневно, каждый практически час какой-то сюрприз, подарок и все, да, я была настолько шокирована этим, да, и вот, знаете, вот настолько вот теплота, и настолько вот эта команда, да, настолько вот вы все меня чему-то каждый учите, да, я могу вот буквально вот назвать каждого и сказать, чему я научилась от каждого человека из вас, да. Вот, Ира Исаева посмотрела, это мой психоаналитик, когда мне хреново, она мне обсуждает какие-то ситуации, да, по компьютеру помогает, да. Вот, Катя в одном, там еще, ну и так далее, да, вот можно каждого взять, да, вот это вот индивидуальный бизнес-тренер по какой-то работе, ну это вот с днем рождения, да, и вот здесь вот моя команда, да, каждого лидера я могу вот просто бесконечно благодарить за то, что чему вы меня все научили. Вот, и если вообще подытожить, подытожить пять секретов, скажем так, моего успеха, пять секретов лидерства, это прежде всего иметь такую страстную цель, вот найти себе, вот я не знаю как, она у меня зрела годами, может быть полугодами, но осознать всю картину того, что вы хотите, как говорил мне испанец, на камушке, да, вы должны в четко, какой, что, если вы хотите здоровья, то вы должны понять, как оно будет излечаться, да, излечиваться, выходить это болезнь, через очевод, как-то, если вы хотите карьера, если какую страну, какая, на что и как, если вы хотите деньги, как они будут выглядеть, все и так далее, да, то есть камень это просто не важно, то есть вы можете взять любой предмет, вот я вам показывала, я себе колечко купила, зарядила его тем, что это каждое колечко я смотрю, и это осуществляет мою мечту, кулончик, два звания, да, не важно, какой предмет, да, это потом от Кёрка Лена Ректор говорит, это любой предмет, как вот называется, чтобы поставить на него что-то, как он, маркер, ничего, не помню, что-то, в общем, такое, что не важно, что вы просто заряжаете, и вот как-то вот так ходите, вот, второй момент, это что, второе, это обучение личностного роста, но, причем, это было не такое обучение, да, вы должны ежедневно узнавать что-то новое, но переизбыток информации ведет к обратному эффекту, умный, но бедный, я всем говорю, читаешь книгу, у тебя, может быть, или журнал одну минуту должно хватить, как только ты получил ответ, ты понял, что тебе срочно надо что-то сделать, закрывай книгу и делай, значит, ты получил из космоса, или не знаю откуда, то, что тебе на данный момент надо, не надо продолжать книгу читать, не надо, ты понимаешь, что у тебя мысли далеко уже от этой книги, уже делай, ты включил видео, ты понимаешь, что он говорит что-то, а ты мыслями уже, ты понимаешь, какой-то ответ нашел, делай, вот, как дальше, как что полученное знание, ты можешь внедрить в свою систему работы, обязательно что-то посмотри, сделай анализ, а что полезного, да, я узнала, что самое важное было, какая-то фишка из всего обучения, и, конечно же, закреплять информацию действиями, делайте, 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 потому что результат придет, а третий секрет, это действие приоритет, ежедневное планирование, что сюда входит, если подытожить, нужно понять, что какие действия сегодня самые приоритетные, выписать весь список, и начать посмотреть, что самое важное, что прям вот вообще нужно делать, да, причем это действие должно быть таким, что делай это сейчас, и сегодня, это даст какой-то результат будущим, через 5 лет приблизиться к той картинке, к той моей мечте, которую я захотела, может, сейчас это не имеет смысл, но это дальше поможет, так как вот я начала сайт вот это делать, так же, как это YouTube канал, да, но сейчас никакого результата не придет, но через 5 лет, да, это даст мне какой-то путь, то есть видение у вас должно быть, какими более эффективными действиями можно заменить то, что я сейчас написала, или то, что я делала вчера, что можно улучшить, что нужно делать прямо сейчас, а, стоит поменять, да, что можно отложить, перенести или вообще ничего не делать. Следующий момент – это система работы, это четвертый пункт, я не исправила. А что здесь должно быть? Здесь должно быть, ну, это уже как бы лидерство, я готовилась к выступлению, к следующему свою, это на BMW, то есть у нас здесь все есть, у нас есть система рекрутирования, система сопровождения новичков, система работы с потребителем, система продвижения продукции, там вебинары, Wellness и YouTube, да, система обучения ключевых, менеджеров и лидеров, то есть вот это все должно быть в системе, и моя задача – постоянно, ежедневно совершенствовать систему обучения, не ломать, услышав что-то, ноу-хау какой-то, а просто каждый день дорабатывать вместе с вами, с командой, потому что вы генерируете постоянно мне какие-то идеи, и без вас у нас бы не было той системы, которая у нас существует сейчас. И пятое – это команда и делегирование. Что это такое? Вы понимаете, что пятое, как раз-таки, вот этот вот кулак – это как раз-таки ваше быстро растущее стремление, вот все что угодно, говорите, но вот если вот этого кулака не будет, команды, то вы не добьетесь успехов в Replay. Почему? Потому что, когда у вас команда, это дает быстрый рост, вы будете дополнять друг друга, дополнять и друг друга узнавать что-то новое, учиться у друг друга. Ваша задача – узнать сильные стороны каждого участника и научиться делегировать, делегировать и развивать их же сильные стороны, обучая всю команду. То есть каждый, обучаясь и раскрывая свои потенциалы в какой-то сильной стороне и дополняя друг друга, то есть вы командой сделаете гораздо больше. То есть делегируете друг другу что-то. Вот, например, вот я говорил, легкую временную, рутинную какую-то работу можно делегировать новичкам. Либо даже в параллельную свою структуру какую-то, говорите, у тебя новичок, ты ему кидаешь, ну, Наташа, мне сейчас некогда, поговори с моим новичком, а это не с вашей, ну, скажем как, не ваша ветка, не его ветка, но за это выполните его другую работу. Учитесь так друг другу помогать, потому что взамен что-то предлагайте и будет гораздо больше и продуктивнее. Вот это делегирование научитесь с самого начального уровня. Кому-то что-то давать делегировать и взамен за этого человека делать то, что ему будет более полезнее. А вам это неинтересно, скучная работа. Вы его научите одно делать, а он, грубо говоря, вот так. То есть вот этот момент. Таким образом, все мои пять секретов это страстная цель, обучение, личностный рост, действие приоритета, ежедневное планирование, это система работы и команда, и делегирование. Вот это пять боксов. И сейчас я вам хотела рассказать о моем сюрпризе для вас, и я сейчас создавая,